Безопасность детей – безусловный приоритет. Каждый родитель должен быть уверен, что пока его ребенок находится на занятиях в школе или детском саду, он под надежной защитой. Поэтому в образовательных учреждениях Белгорода усиливают меры безопасности. Проникнуть на территорию посторонним непросто. По периметру учебные заведения огорожены. На всех входах и выходах установлены специальные запорные устройства и кодовые замки. Вы подошли и был закрыт доступ на территорию детского сада. Охранник подошел у вас, кто интересовался. Вы, естественно, сказали, кто вы, показали ваши документы. Мы согласовались с нашим учредителем в звонок управления образования. И только потом были допущены на территорию детского сада. Даже если постороннему удастся проникнуть на территорию, то войти внутрь не получится. Входные двери в здание надежно закрыты. Кто? Здравствуйте, я съемочная группа. Откройте, пожалуйста. У охранника, который отвечает за безопасность, из заведующего детского сада есть мобильная тревожная кнопка. Поэтому вызвать группу реагирования можно в любую секунду. У нас заключен договор с охранным предприятием. И охрану учреждения осуществляет охранник частного предприятия. Также в течение дня на вахте наблюдает за камерами наш вахтер штатный. Один раз в два часа мы обходим территорию, осматриваем на предмет обнаружения каких-то там посторонних предметов. В школах на время занятий двери закрывают на замок и открывают только когда уроки заканчиваются. Войти в здание могут только ученики и учителя. На входе расположены рамки металлоискателя и турникеты. Все двери в учебных классах изнутри имеют специальные задвижки, которые невозможно открыть снаружи. Каждый сотрудник образовательного учреждения понимает, что на него возложена персональная ответственность за жизнь и здоровье детей. Поэтому механизмы осуществления безопасности и реагирования в случае нештатных ситуаций отработаны до мелочей. Если какой-то посторонний человек, который кажется подозрительным, закрываем школу по периметру. Есть дежурный администратор, который находится всегда на первом этаже, который имеет мгновенную связь с директором. У нас телефоны и группа оповещения. Даю им сигнал 112, сразу вызываем все возможные группы. И я даю сигнал, отработанный, к сожалению, не голосовой, но отработанный сигнальный, по которому дети закрываются все изнутри. Ключи у нас находятся в каждом кабинете. Вот таким желтым квадратиком помечено место, куда они приклеены. Каждый учитель может отодрать защитную пленочку, она, вы слышите, как она трещит, брать этот ключ и закрыть кабинет. Организация безопасности в школах и детских садах постоянно на контроле у администрации муниципалитета. Буквально в субботу комиссия администрации города провела обследование всех образовательных организаций. Мы посмотрели, как работают системы. Все системы работают в штатном режиме. Все в порядке. Системы безопасности постоянно улучшают. В ближайшее время модернизируют системы контроля доступа и видеонаблюдения. В некоторых учреждениях заменят периметральные ограждения. Где требуется, установят голосовую систему оповещения. Сергей Елисеев, Сергей Щекалов, Белгород Медиа. Спасибо.